Всем привет, друзья! С вами Вула, на ваших экранах Starfield, и я собственной персоной. Я буквально совсем недавно закончил Starfield, у меня, конечно, просто накопилось гигантское количество претензий к ней, но и хорошие места, конечно, есть в ней. Но, по большей части, тот Говард опять нам продал очередной Скайрим, разумеется. Но, на мой лично субъективный взгляд, сравнивать Starfield с Скайримом попросту глупо, по одной простой причине, что Скайрим гораздо лучше во всем практически, в плане проработки механик, в плане проработки сюжетов, в плане проработки диалогов и так далее и тому подобное. Но мы начнем, разумеется, с чего-нибудь попроще, а именно с графики и оптимизации. И это вот то, за что хотелось забросить Starfield буквально после включения, потому что, извините меня, но быть настолько криворукими в 2023 году и выпускать настолько криво собранную игру, я уже боюсь представить, что там творится на Иксбоксе, потому что, ну, я, на самом деле, я знаю, что творится на Иксбоксе, потому что я запустил один разик Starfield, отжалил, так сказать, немножко памяти, запустил, ужаснулся и удалил. То есть, ну, просто картинка дико рваная, то есть, если ты медленно, как бы, стиком немножко перебираешь, то тогда еще как-то можно, ну, получить более-менее стабильную картинку, хотя бы в 30 кадров. И да, имейте в виду, у меня не X-версия, у меня S-версия, ну, и, понятно, она дикая, не оптимизированная, как на Иксбоксе, хотя, в принципе, так и на ПК. Так вот, по Иксбоксу не будем говорить, потому что там, блин, 30 кадров, дождаться это прям манна небесная. А вот на ПК почему такая же говеная оптимизация, это другой вопрос. Конечно же, можно приплести туда, якобы, разработчики сотрудничают с производителями видеокарты, делают это так, чтобы люди покупали новые видеокарты гораздо лучше. Это бред, как по мне, просто у кого-то руки из жопы, потому что в каких-то моментах в Starfield можно было увидеть более-менее стабильный FPS, FPS, к примеру, в каких-нибудь данжах, то есть, когда вы прилетаете куда-то на планету, там FPS просто убогий, то есть, картинка скачет вплоть до 20-30 FPS, а это, ну, ужасно, на мой взгляд, на ПК такие не должны быть просадки дикие. Но при этом, если вы заходите в какой-то данж, а, в принципе, игра создана на загрузках, но об этом попозже, и вот если вы заходите в какой-то данж, там уже картинка так, знаете, выравнивается. Ты смотришь, так она вроде бы даже и красивее смотрится, потому что в открытом мире картинку дико шакалит, просто пикселизит так, как будто бы тебе на Ютубе, вот, есть там такая тоже на Ютубе проблема, у Ютуба, по сути, имеется два кодека, VP-09 и AVC-01, и вот такое ощущение, что в открытом мире у Starfield это кодек AVC-09, а когда ты заходишь в данж, подрубается AVP-09 кодек, и всё. И это... пиздец, бесит. Прям реально, то есть играть в открытом мире, когда там перестрелки ещё начинаются, вообще невозможно. В открытом мире можно только спокойно ходить и плавненько передвигать мышку, тогда вы получите более-менее стабильную картинку, но дико шикальную. И заметьте, я играл на минималках, потому что моя видеокарта просто не тянет на средних, ну, при этом при записи ещё. Так что за оптимизацию игры жирный ноль, просто вот гигантский минус, потому что, ну, сейчас меня заебало уже это, потому что во всех новинках, которые выходят, оптимизация просто говно. Причём, ну, видно, что могут сделать лучше, потому что графика, ну, как-то кардинально не улучшилась. И это старый древний, как яйца мамонта, движок, на котором собирались ещё Скайримы, Фоллауты, и он такой же самый корявый и здесь. Ну, перейдите вы на что-нибудь нормальное, что более-менее оптимизировано, или вы, блин, сделайте так, чтобы у вас оптимизированная игра была. Ну, блин, ну так не должно быть. Я с горем пополам закончил игру как можно быстрее, лишь бы не видеть этого больше никогда. И тут уже весьма интересная штука, что игра, оказывается, очень короткая. Вроде бы, если вспомнить Фоллаут какой-нибудь или Скайриму, то там имели очень длинные игры по продолжительности, с огромным количеством всяких побочных квестов, причём хороших побочных квестов, прям реально хорошо продуманных, то в Старфилде мы имеем в основном сюжетку, причём которая довольно-таки скучна. Кстати, если вдруг вы хотите ещё сами поиграть в Старфилд, то я оставлю где-нибудь вот тут вот, или вот так вот, чтобы побольше вам было видно, оставлю тайм-код, на который нужно перелистнуть, чтобы пропустить спойлеры, а те, кто хочет слушать дальше, остаются. Так вот, Старфилд, это крайне уныленькая в плане сюжета игра. Да, она, ну, я когда играл на стримах, немножко говорил, что да, он такой загадочный немножко, что-то в нём это есть, потому что когда ты играешь в Старфилд, он такой скрытный весь. То есть ты начинаешь миссию, тебе ничего не понятно, ну, вот самый начальный, когда вы находите артефакт, вот этот вот первый, там что-то происходит у вас в глазах, какие-то галлюсунации вам показывают, дальше вы начинаете потихоньку искать новый артефакт, вам опять какие-то глюны показываются, вы ищете какие-то храмы, там тоже какие-то глюны у вас, то есть вам показывают, 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 и потом постепенно вот так чисто на таинственности Старфилд, вот именно сюжетка основная, немножко вытягивает. Никаких особо сильных сюжетных поворотов там нету, и то более только к концу игры вы примерно понимаете, что вообще из себя игра представляет. Более того, концовка игры как таковая, там потому что вы встречаетесь с двумя звездорожденными, а это вот как раз таки то, ради чего вы собираете вот эти вот артефакты, и вот фишка заключается в том, что там есть два звездорожденных таких называемых, которые уже раньше путешествовали по этим мультивселенным, в которых они собирают вот эти вот как раз таки артефакты, и вот этот вот Охотник и Эмиссар, и вы можете в конце игры либо там примкнуть к одному, либо примкнуть ко второму, либо пиздить обоих, либо помириться со всеми, в общем там много таких парочек есть сюжетных типа развитий в конце, но при этом игра как таковая просто состоит из того, чтобы собрать артефакты, и потом убить вот этих двоих, и забрать их артефакты себе. Все, то есть вам не надо собирать вот кучу артефактов, потому что вы по сути собрали там, ну я не помню сколько, 8-9 артефактов за всю игру вы собираете, и потом столько же примерно там 9 забираете у одного, и 8 там допустим у другого забираете. И все. То есть игру как будто бы разделили на три части, и при этом две другие части игры вам не показали. Хотя могли бы что-нибудь сделать. В итоге сюжетная игра стала интересна только приблизительно в конце, просто потому что тебе интересно знать, чем это все закончится. Но при этом хочется отметить, что есть одна классная побочная сюжетка, а именно с Багромом флотом. Вот она просто шикарная. Там огромное количество разных миссий, она достаточно большая по длительности. Я не скажу, что она примерно как основная сюжетка, но достаточно крупная ветка развития. И получается такая штука, что там огромное количество всяких квестов. Причем квестов на уничтожение, квестов на поиск, на шантаж, еще какую-нибудь ерунду. Там приходится предпринимать кучу действий в плане диалогов, потому что... Вот, кстати, тут мне понравилось в Starfield именно то, как были реализованы диалоги. Понятное дело, что это уже все давным-давно было реализовано в других проектах и так далее и тому подобное. Мы все это прекрасно видели. Но вот в плане диалогов, если говорить на фоне вот недавно вышедшего Балларс Гейт 3, вот мне диалоги в Starfield понравились больше. Я, наверное, буду один из тех, кто немножко похытит Балдуру в эту сторону. Но диалоги, которые связаны на кубике, на этом блядском рандоме, это был просто жесть. Вот реально, это просто убого реализованная система. Да, у вас огромное количество всяких там вариантов ответов, там, будь то вы какой-нибудь дракорожденный, или вы там гитянки, или бард, в зависимости от классовых этих. Да, у вас куча всяких вот этих убеждений разнообразных или запугиваний, но при этом все они сводятся, во-первых, к броску к кубику. Это значит, что это целиком и полностью рандом. От вас ничего не зависит, убедите вы противника или нет, будет решать судьба. Более того, если вы не убедили противника, почти всегда это бой. В Старфилде же есть немножко другое, потому что там вы должны заполнить такую шкалу убеждений. И вот эту шкалу убеждений вы должны заполнять путем выбора каких-то определенных фраз, которые понравятся или не понравятся вашему собеседнику. И на вот это уже больше я именно влияю, как, ну, личность, как персонаж. Вот это мне понравилось больше, потому что даже если вы плюс еще просрете, ну, к примеру, убеждения, то игра всегда предоставляет вам какую-то другую возможность, ну, как-то по-другому закончить квест, не обязательно там всех поубивать. К примеру, вот были квесты, вот как раз-таки, по-моему, у Багрового флота, когда надо было прилететь на одну тусовку, там всех поспрашивать, найти компромат на одного человека, и у меня не получилось убедить, по-моему, там какую-то женщину, она мне не дала ключ. При этом я, разумеется, не убивал ее, не крал ее, никуда-нибудь не заманивал. Я просто побежал к другому NPC, поговорил с ним, он сказал мне, а ты сходи вот к тому человеку, он там тебе, может быть, даст компромат на нее, и потом ты тогда вот с этим компроматом получишь компромат на другого человека. То есть вот такие вот диалоги там были действительно интересны в Старфилде. Но это вот такой вот небольшой плюс в рамках, ну, крайне скудненького и коротенького сюжета. Ну, а теперь мы плавненько подошли к геймплею. И тут, извините меня, минусов будет огромное, сука, количество. Потому что первое самое главное, что ты ожидаешь от такой действительно масштабной игры про космос, про кучу планет, кучу систем. Ты ожидаешь огромное количество всяких квестов, но при этом ты получаешь не открытый мир, как в каком-нибудь Скайриме, который вот просто, да, он типа на одной планете, он на одной, даже не на одной планете, на одном материке какой-то, определенная местность. Но при этом мир по большей части открыт и загружается ты только в данжи. В блядском Старфилде вы загружаетесь из дела. Просто везде, блядь. Это пиздец какой-то. Я не понимаю, нахрена надо было так вот заморачиваться? Нет, что ли? Это как раз таки не заморочились от слова совсем. То есть, чтобы, к примеру, вот я вам объясню путь. К примеру, вы хотите переместиться с одной планетой, вот вы находитесь на Земле, на другую планету. Ну, спуститься на другую планету, в другой системе, на другую сушу. Вам нужно, считайте. Первое. Зайти к себе на корабль. Это загрузка. Дальше, ну, допустим, вы сели в кокпит. Выбрать планету, в которую вы будете перемещаться. А, нет, стоп, подождите. Нет, обратно возвращаемся. Вы зашли на корабль. Это загрузка. Раз. Вторая загрузка. Вы взлетаете. Да, самому здесь взлетать нельзя. Взлет и посадка происходят автоматически. Так же самое, как и стыковка и расстыковка на станциях. Вы таким же самым образом просто получаете дополнительную загрузку. Да, микрозагрузку, но она тоже есть. Вот вы еще второй раз загрузились. Потом вы выбираете систему, в которой вы перемещаетесь. У вас появляется небольшая анимация гиперпрыжка. И тут же она заканчивается. Начинается еще одна загрузка. Почему нельзя было сделать анимацию гиперпрыжка такую, как, к примеру, в Elite Dangerous? Странно, потому что там, по сути, такая же самая загрузка. Но при этом там хотя бы это красиво выглядит. И это не рассинхронизировано с игрой. То есть ты не теряешь вот это вот погружение, как таковое, в игру. И это мы уже насчитали третье. Дальше вы выбираете опять планету, на которую хотите сесть. Вот вы переместились в систему. Поэтому перемещаетесь к планете, четвертая загрузка. И выходите из корабля. Ну, когда садитесь на планету, пятая загрузка. А потом дальше начинается еще. Вы приходите в какой-то данж. Загружаетесь в данж, еще загрузка. Плюс в данже тоже есть дополнительные переходы. То есть не то, что вы зашли в данж, и все, вы типа там, он все прогружен. Нихуя. Вы можете пройтись, побегать, побегать, побегать. И вам придется еще раз загрузиться там уже внутри. В общем, загрузок нахерачили огромное количество. Зачем это сделано было? Понятное дело, чтобы консольки вытягивали хоть как-то этот псевдооткрытый мир, который как раз-таки именно псевдооткрытый. Потому что долететь до какой-то планеты, просто, ну, двигаясь, ну, выйдя в открытый космос, и, ну, разогнавшись, допустим, к какой-то планете, вы не долетите до нее. Просто планеты двигаются гораздо с большей скоростью. Да, они как бы формально, мир целый, системы там двигаются, потому что планеты, которые, например, вы выбрали планету, на которую хотите прилететь, и она от вас отдаляется. То есть физически как бы игра обрабатывает, что планеты двигаются, но вы ее не догоните никогда, потому что скорость вашего корабля гораздо ниже, чем скорость вращения систем. То есть по факту вы, когда играете в игру, находитесь в рамках вот одной какой-то там сферы, возле которой переместились возле одной планетки, и в небольшой радиус от нее вы можете улететь, но каких-то вау, так сказать, путешествий вы не получите от игры. Это просто симулятор загрузок. И если, скажем так, на это можно забить Wii, то вот на что нельзя забить, это на геймплей, потому что, во-первых, стрельба в игре крайне говеная, во-вторых, боты нереально тупые. Ну, не просто тупые, это, ну, я понимаю, что да, как говорится, сложно реализовать действительно классных противников в игре, но проблема заключается в том, что, во-первых, противников не так много вариантов, то есть это не игра, в которой у вас даже не как в Скайриме, что у вас там куча всяких зверей, куча всяких рас. Нет, у вас здесь просто люди против людей в разных костюмках, и какие-то непонятные живности, которые встречаешь там раз, два, три за всю игру. Все, в игре нет никаких рас, никакого разнообразия. Сказать это, что это плохо, ну, ничего не сказать, но хотелось бы, чтобы было больше каких-то конфронтаций с другими фракциями, еще с чем-то. По сути, мы имеем только в основном там вот эти ЮЭСы, потом Багровый флот, ну, вы, разумеется, и еще там парочка фракций, которые, ну, тоже мимолетные, и с которыми ты не хочешь сражаться, потому что ты будешь сражаться с ними, разумеется, будет портиться карма, и тебя начнут просто херачить. А зачем тебе это надо, непонятно. И, конечно, да, некоторые скажут, что, ну, что ты придираешься к искусственному интеллекту, понятное дело, человек умнее гораздо, и любой, ну, ИИ будет, ну, который реализован в играх, проигрывать тебе, потому что ты человек, ты умнее. Ну, надо хоть как-то его сделать, но вот есть же хорошая игра Division 2, и там, ну, боты, да, они хоть и корсервные банки, при том, что в Старфилде тоже, если выкрутить сложность на максимум, это просто приходится огромное количество патронов выпускать в противников, но в любом случае, хоть и тоже в Division 2 противники консервные банки, но они умные, они обходят тебя, они скрываются за препятствиями, не закидывают тебя гранатами, если ты сидишь сам за препятствиями и не вылазишь, то есть они пытаются как-то создавать, ну, какой-то эффект движения на карте. Ну, разумеется, в Старфилде это просто тупые болваны, которые бегут прямо на тебя, стоят просто вот так вот, стреляют вообще без никакого, то есть они не прячутся, не убегают никуда. И ладно бы, если было, вот, я говорю, интересно хотя бы с ними сражаться, но нет, забить вот на загрузки, и при этом еще получить вот такой вот крайне убогий геймплей, в котором противники там просто, вот, мишени. Бред. Но зато в игре есть чего пострелять. Да, вооружения в игре хватает. Более того, есть куча всяких модификаций, причем модификации у нас зависят от того, как много ресурсов вы собираете, и если вы думаете, что вот все, значит, надо собирать ресурсы, у меня, типа, я не смогу играть с прокачанными оружиями, если не хочу собирать. Нет, ресурсы на самом деле можно купить. Более того, ресурсы стоят у вендоров крайне дешево. То есть ты реально прибегаешь к вендору, у тебя огромное количество денег с собой, у меня никогда не было проблем. Оружие я никогда у вендоров не покупал, но при этом я всегда покупал всякие ресурсы, и у меня денег было просто валом. Единственное, на что я сплавлял деньги, это на корабли. И корабли это реально самый главный плюс для меня в этой игре, потому что вот строительство кораблей здесь, это шикарно исполненная штука. Конечно, тоже не без нюансов, потому что сборка иногда работает крайне коряво, но при этом вот именно сам вот этот процесс создания своего корабля, он действительно меня вдохновлял. Я вот часами просто проводил за строительством кораблей, я за все время прохождения, наверное, собрал четыре примерно корабля. И получается такая штука, что кроме того, что ты собираешься этот корабль как таковой, из разных блоков, при том еще блоки еще физичные как таковые в игре, когда ты собрал корабль, это не просто какой-то заскриптованный кусок комнаты, нет. Именно так, как вы собрали корабль, именно такие отсеки будут в корабле. То есть если это разноуровневый корабль, там будут лестницы, которые позволяют вам перемещаться с уровня на уровень. Если это какие-то в стороны идут, там будут специальные отсеки, двери, которые позволяют зайти в другие модули. При этом можно даже на какие-то модули ставить эти окна. Ну, я забыл, как они называются, если помните, в комментариях напишите, я забыл. И вы можете зайти в комнату, посмотреть наружу из корабля. Тоже интересно. Плюс вооружение тоже разнообразное. При этом все привязано к реактору. У реакторов есть разные классы. Соответственно, вы не можете на реактор класса А поставить орудие класса Б или С. Соответственно, вам нужен лучший реактор, чтобы ставить больше гиперпрыжок. Более того, по одному из квестов надо заполучить, по-моему, по основному квесту надо заполучить корабль, который прыгает на 21 световой год, ну, больше 21 светового года, чтобы допрыгнуть до определенной системы. Соответственно, даже если вы не особо любите собирать корабли, вам в любом случае придется либо собрать, либо купить. Благо, такая возможность тоже есть. У вендоров можно спокойно купить корабли. И получите сразу корабль готовый. Причем они достаточно хорошие, могут быть, но мне вот было в кайф именно собирать корабли. Единственный минус, какой я конкретно вот увидел в сборке кораблей, это то, что нельзя покрасить корабль целиком. То есть там на клавишу J есть свойства покраски, но свойства покраски относятся к конкретной детали, которую вы выбрали, на которую вы навелись. И приходится вот каждый раз J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J, блядь, тыкать на каждый модуль в корабле, чтобы его покрасить. Вот этого мне не хватило. Ну, а теперь мы плавненько переходим к прокачке. И тут, понятное дело, ну, мы ушли от системы Скайрима, системы Фоллаута, у нас есть просто умения. Причем каждое умение еще внутри себя подразделяется на 4 подкласса. Ну, не подкласса, а 4 уровня прокачки, которая тоже там дополнительно дает какие-то бонусы. И сразу могу вам сказать, все выкачать, как, к примеру, в Скайриме, у вас не получится. Просто вам банально не хватит уровней, потому что веток развития всяких, по-моему, там 5 штук, плюс в каждой ветке еще скиллов по 20, плюс в каждом скилле еще по 4 уровня. Соответственно, качать вы все это будете очень долго. А, разумеется, каким-то более низшим уровнем веток развития вы сможете попасть только тогда, когда воткнете какое-то определенное количество очков в предыдущие ветки развития. И я скажу так, что вообще, я даже, по-моему, до 3 уровня ветки развития не докачался, потому что все, что мне было нужно для прохождения, находилось приблизительно во втором уровне, то есть в первых-вторых уровнях. То есть я, в основном, прокачивал грузоподъемность, потому что без нее никуда, вот вообще никуда. Вам придется качать грузоподъемность. Более того, вам нужен будет корабль, и корабль закидывать специальными контейнерами, чтобы расширить его вместительность, потому что ресурсы весят очень много, и носить вы с собой их не будете. Поэтому вам нужен корабль, желательно иметь там просто гигантское количество вместимости, чтобы туда просто перемещать ресурсы, чтобы они там хранились. Потому что когда вы будете заниматься крафтом, ресурсы как бы будут трансфигурировать к вам в карман, прямо с корабля. Причем неважно, где вы находитесь, даже если вы вышли из корабля и где-то нашли станок, все равно ресурсы к вам прилетят. Поэтому ресурсы выгоднее хранить именно на корабле. Причем в огромном количестве. Ну, а еще дополнительно ко всем этим веткам прокачки у нас есть силы, так называемые, которые мы прокачиваем по мере прохождения основной сюжетки. Силы Звездорожденного. И вот эти силы Звездорожденного просто уныние. Во-первых, потому что они неинтересны большую часть игры. Я, наверное, бегал только с самым первым скиллом, который мы получили в самом начале игры, потому что он реально охеренный. Он имба. То есть ты подбегаешь к противнику, юзаешь этот скилл, противник зависает в воздухе, потому что создается такая мини-невесомость. И ты его просто спокойно расстреливаешь. Все. Этого скилла хватило до конца игры. Если бы... Ну, может быть, конечно, дальше появилось бы что-нибудь интересное. Хотя был еще один скилл, который я использовал. Но я использовал его больше не для того, чтобы убивать противников, а для того, чтобы переносить тяжелые ресурсы. То есть когда я уже зачистил весь данж, я просто подбирал всего, чего только можно. И чтобы добежать, к примеру, до корабля, до своего... Ну, это очень сложно сделать, потому что в игре есть еще долбанная... Вот эта вот шкала кислорода и CO2. Соответственно, если вы перегружены, то кислород у вас восстанавливается только тогда, когда вы стоите. Но при этом есть один скилл, который создает у вас мини-атмосферу. И вы можете просто проезжать этот скилл и бежать без остановки на ускорении какое-то определенное количество времени. Просто перегруженным там на херовое количество тонн. Вот и в целом, что можно сказать о Старфилде. Да, они пытались сделать какую-то действительно интересную игру. Если бы ее сделали действительно открытой, хотя бы как в No Man's Sky. Там реально планеты, ты можешь перемещаться спокойно между ними. Ты можешь сам взлетать, ты можешь сам стыковаться. Но при этом в Старфилде тебя лишили даже вот этих вот малейших вот... Блин, мини-игр, назовем это так. Причем они сделали очень классную, как по мне, мини-игру с открыванием замков. Хоть, конечно, дикпиков этих не хватает. Это именно ключи, которые позволяют это вскрывать. Но сама вот эта головоломка с открыванием замков очень интересная. Причем, да, приходится туда тоже в ветку развития вкидывать несколько очков, чтобы открывать все более сложные и сложные замки. Это вот, наверное, первое, во что вам придется вложить очки. Ну, а кроме этого, больше игра на самом деле похвастаться ничем не может. У нее скучный открытый мир, у нее скучная сюжетка, у нее есть парочка интересных побочных квестов, которые интересно проходить, у нее скучное вооружение, хоть его можно модифицировать. Кстати, стоп, стоп, стоять, вернемся еще раз к вооружению. Я забыл про вооружение сказать. Я практически всю игру не играл с автоматическим оружием, потому что не знаю, как они вообще это сделали, какому дебилу, блядь, пришло это на ум, но у игры есть во вкладке прокачки несколько интересных моментов в плане магазинов. То есть, ну, или магазинов, или вот, ну, в плане стрельбы. То есть вы можете на оружие поставить либо режим одиночной стрельбы, либо режим стрельбы автоматический. И вот, если вы ставите автоматический режим стрельбы, то урон оружия просто, блядь, ну, не знаю, уменьшается раз в 10, наверное. И это просто бред. То есть вы получили оружие, которое, ну, допустим, может быть, легендарное какое-то у него, неплохой урон, оно стреляет тейпингом. И вы хотите, ну, ускорить его стрельбу путем постановки специального модуля. Но как только вы ставите модуль, урон уменьшается, ну, там, от 5 до 10 раз. И, соответственно, чтобы убить одного и того же противника, вы просто выливаете огромное количество снарядов, которых и так приходится собирать просто, вот, блин, с каждого противника. Вот я, наверное, с каждого противника, с каждого ящика. Поэтому я в определенный момент игры забил хуй на это. И просто практически на всех вооружениях, которые я использовал, я использовал модуль на одиночную стрельбу. Потому что одиночная стрельба дает гораздо больше урона. И более того, где-то примерно на 10, наверное, уровне игры я получил один ствол, с которым отбегал всю игру. Просто всю игру. У меня ствол вообще не менялся. Лучше его я ничего не нашел. Охуенно. Разнообразие вот такое. Поэтому, если вы хотите поиграть в Starfield, качайте пиратку. Не покупайте ни в коем случае эту игру. Либо, если у вас есть консоль и у вас есть подписка, на Xbox Game Pass, можете поиграть по подписке. Но только если у вас, опять же, не Xbox Series S. Потому что на нем она работает крайне убого. Поэтому еще раз я подведу итог. Что мы получили в конце? Крайне херовую игру в плане оптимизации. Крайне херовую игру в плане графики. Конечно, вы можете купить себе там 4090 и наслаждаться хоть каким-то FPS. Хотя я смотрел по тестам. Там, по-моему, даже в 2К 4090 не вытягивает даже 60 FPS. Не говоря уже про 4К. Ладно. Это все ерунда. Нам до 4090, когда Китай раком. Самое главное, что мы получаем на данный момент, я имею херовую оптимизацию, херовую графику, херовый сюжет, как таковой. Да, он загадочный. Его как бы просто хочется закончить, поскорее узнать, чем закончилось. Но каким-то вам сюжетом он не обладает. У нас есть какой-то минимальный запас по второстепенным квестам, который может быть даже поинтересно проходить. Но у нас херовый открытый мир, которого, по сути, не существует. У нас псевдо-открытый мир. Пустые планеты. Планеты, которые вы можете пролететь насквозь, если не прогрузились к ним. Опять же, бесконечные загрузки, симулятор этих загрузок. Убогое вооружение, убогая модификация, конченая прокачка, которую вы не прокачаете за все прохождение игры, потому что я игру закончил на 30, по-моему, втором уровне. Соответственно, пощупать остальные скиллы я даже не смог. Плюс ко всему, мы имеем очень хороший редактор кораблей. То есть, мы получили кроссаут в воздухе. Прекрасно. Что ж, на этом, пожалуй, все, друзья. Если у вас есть желание купить Starfield, забудьте об этом. Ну, а те, кто будет играть на пиратке, стабильного вам фпс, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте только в хорошей игре, но не Starfield. Всем удачи, всем пока.